И вот приходит Лаван домой и видит две вещи. Во-первых, он понимает, что все исчезли. Дочери исчезли. Внуков нет. Лучший работник исчез. Видит он еще одну вещь. Идолы исчезли. Да, Иаков ушел быстро. Но Лаван и сыновья его бегают быстрее. По двум причинам. Во-первых, потому что с Иаковом женщины. А во-вторых, потому что с женщинами дети. Иаков далеко не убежит. И вот через семь дней Лаван настигает их в горной земле Гелиад. И в пути, обратите внимание, в Бытие 31, 24. В Бытие 31, 24. Пришел Бог к Лавану. И сказал очень странную и непонятную вещь. «Не говори Иакову ни доброго, ни худого». Почему это так странно? Почему нельзя говорить доброго? Почему худого нельзя? Понятно. А доброго-то почему? Ведь тут так написано. Знаете, почему? Потому что Бог не хотел, чтобы кто-то подумал, будто Лаван отпустил Иакова и его семью. Бог не хотел, чтобы дети вообразили. Бог не хотел, чтобы жены вообразили. Бог не хотел, чтобы кто-либо вообразил, что Иаков вернулся, потому что его отпустил Лаван. Нет, Лаван его не отпускал. Если бы Лаван сказал что-то доброе Иакову, это было бы ложью, лицемерием. Иаков мог вернуться, потому что Бог его отпустил. Потому что Бог явил свою милость в жизни Иакова и в жизни семьи Иакова. Вот и предупреждает Бог Лавана. И когда Лаван все-таки настигает Иакова в 25 стихе 31 главы книги Бытие, догоняет и говорит, «Почему ты так со мной поступил? «Почему ты меня обманул?» 20 лет Лаван обманывал Иакова. На самом деле Лаван далеко не против обмана. Лаван рад сам обманывать. Ему не нравится, когда его обманывают. Он протестует, как праведный, протестует против неправедника. «Почему ты так со мной поступил? Я же с тобой всегда хорошо поступаю». Ничего подобного. Но 20 лет он его обманывал. «Почему ты меня обманул?» «Для чего ты это сделал?» И в 30 стихе он говорит, «Почему ты украл моих башков, моих идолов?» Обратите, пожалуйста, внимание. Яков не знал, что совершила Рахиль. Яков не знал, что идолы у Рахиля. Яков говорит очень глупую, неразумную вещь. «Я боялся, что ты бы, я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих». И, кстати говоря, я не брал твоих идолов. И если кто-то взял твоих идолов, ты можешь убить его прямо сейчас. Если ты сейчас найдешь здесь человека, который взял твоих идолов, ты можешь его убить. Кого он больше всего любил? Рахиль. Он и подумать не мог, что это Рахиль украла идолов. Возможно, он даже не знал, что Рахиль занимается идолослужением. Некоторые библеисты считают, что Рахиль взяла этих башков, этих идолов только по одной причине, потому что была некая связь между этими идолами и правом на наследство. Без этих идолов она наследство не получила. Мы в этом не можем быть уверены. В этом есть серьезные сомнения. Но я думаю, совершенно очевидно, что если эти идолы были столь важны для Рахили, то в ее жизни, духовной жизни, были большие проблемы, серьезные проблемы. Возможно, она оставалась идолослужительницей. Она обманула мужа. Она обокрала отца. Ее поступки далеко не отличались нравственностью. В результате Яков не знал, что делает. Рахиль тоже умеет обманывать. Она хорошо научилась у отца. И решила она папашу провести. Лаван обыскал всех. Обыскал шатры всех, сумки всех, владения всех, но не мог найти идолов, потому что Рахиль сидела на верблюжьем седле. А под седлом, наверное, это были маленькие идолы, были спрятаны эти самые идолы. Когда отец вошел, она говорит, «Папа, прости меня, я не могу встать, потому что у меня вот месячная, женская. Я не могу встать». И он ее не заставляет вставать. И под седлом он не смотрит. А она сидит на идолах. Он их так и не нашел. Поразительная история, честное слово. История это еще и ужасающее, потому что Рахиль могли убить, и Яков мог ее убить. История ужасная, это еще потому, что Яков влюбился в выдало служительницу. И, возможно, именно по этой причине Бог благословил Лию. Может быть, она и дурнушка, ну или, по крайней мере, не такая красивая, как сестра. Может быть, и муж ее не любил, но при этом она Бога любила. Может быть, она любила Бога больше, чем ее сестра. Именно поэтому благословение пришло ему к ней. Яков и Лаван разругались. Лаван говорит, «Почему ты со мной так поступил?» Яков говорит, «Потому что ты меня 20 лет обманывал. Вот почему. Я имею право поступать с тобой, как хочу. Ты ничего от меня не заслуживаешь, никакой верности от меня не заслуживаешь. И присутствие моего ты, Лаван, не заслуживаешь». Наконец, Лаван говорит, «Да, Бог ко мне говорил о тебе». Лаван знает, что их нужно отпустить, но он все еще сердится. И все-таки, в конце концов, они помирились. И за пирушкой, за столом, они проглашают мир. И они ставят памятник. Памятник этот олицетворяет их мир. Когда едешь через границу, через государственную границу, иногда встречаются столбики, на которых написано, например, «Украина» или «Грузия» или «Беларусь». Так же и они поставили знак, поставили столбик. Об этом говорится в 45-м стихе. Это был каменный такой столбик, каменная граница. Они фактически сказали, «Вот здесь, на этой линии, мы заключили мир и расстались с миром». И расставаясь, мы даем друг другу обещание. «Лаван, ты никогда не перейдешь эту черту для того, чтобы причинить мне зло». «И я», говорит Яков, «не перейду эту черту, чтобы причинить тебе зло». Яков не скажет, «Так, Лаван меня 20 лет обманывал, пойду-ка я с него еще денежку стрясу». Ну, просто по заслугам. Лаван никогда не скажет, что «Ну вот, он меня обманывал, я ему так много отдал, он забрал мою семью, он забрал моих детей, забрал моих внуков, всех забрал, пойду-ка я ей отомщу, пойду-ка я ей верну свою семью». Нет, они обещают никогда этого не делать. Они ставят этот памятник. У этого памятника три названия. одно на арамейском языке, это впервые в Библии здесь используется арамейское слово, 31 глава книги «Бытие», и два еврейских названия. Одно из еврейских слов, еврейских названий «Галаад». Еще одно еврейское название этого памятника Митспа. Это обещание. Обещание того, что мы подписываем мир и войны здесь уже не будет. В конце 31 главы Лаван целует дочерей своих и внуков своих, он прощается с ними. Все про Лавана мы больше читать не будем. Это «Бытие» «Бытие» «Бытие»